Почти на полмиллиарда долларов продано сельхозпродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу. Это всего за 10 месяцев. География торговли только по этому сегменту два десятка стран. Больше всего с России – 35%. Преимущества электронных площадок обсудили в Минске участники первого белорусско-российского биржевого семинара. Российские сельхозпроизводители и компании, которые закупают агропродукцию, намерены более активно выходить на нашу товарную биржу. Это даст рост экспорта и расширение рынка взбыта. Компании из России могут не только покупать у нас востребованные товары, но и предлагать свою продукцию для поставки в Евросоюз, Америку и Африку. Вместе с тем, рост товарооборота Белоруссии и России и совместного экспортного потенциала связывают с созданием единого биржевого товарного рынка союзного государства. Особенно это актуально с учетом подписания интеграционного декрета. Одной из союзных программ является союзная программа по формированию совместной аграрной политики. Из 26 тысяч зарегистрированных компаний на площадке товарной биржи более 2600 компаний российских, то есть каждая десятая компания российская. Это очень хороший инструмент для именно организации экспортно-импортных операций как для россиян, так и для белорусской стороны, так и тех стран, которые также являются, будем говорить, резидентами товарной биржи. Мы предлагаем биржевой механизм не взамен установившимся связям, а как альтернативный вариант сотрудничества между компаниями. Очень популярны продажи по рациенту. Маслу выросли и объемы в разы по продаже, и в цене эта товарная позиция выросла. Также стали популярны, конечно же, продажи и сухого молока, и мяса. Биржевые торги и сельхозпродукции — это 650 товарных позиций и две сотни участников. Ежедневный оборот может превышать 3 миллиона долларов. И по ряду товаров есть постоянные покупатели. Порядка 20 компаний из стран Балтии, Украины, Нидерландов и России.